Привет, друзья! Если вы по какой-то непонятной причине думали, что митинги, освещавшиеся под лозунгом На улицу вышли только школьники Никаким образом не отразятся на всех участниках образовательного процесса Скорее всего, последнюю пару лет вы провели под камнем И в реальном мире вам вряд ли понравится Минпросвещение запланировало собрание родителей для борьбы с увлечением детей в акции Это комплексная работа, нет одного решения Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания Впервые, такого никогда не было, сказал Кравцов Периодически говорить со всеми родителями, к примеру, о травле Которая может стать причиной просто огромного количества проблем О которых у нас так любят рассуждать на ТВ Только вот обвиняют обычно игры, аниме и того блогера Ты зачем? Психологические семинары со специалистами Может быть затронуть проблему подростковых беременностей и эпидемию ВИЧ в стране? Ну, для этого вряд ли необходимо собираться ежемесячно Здесь же не нужен системный подход А вот на постоянной основе говорить с родителями об опасности митингов? Где моя кнопка? Ну и теперь, когда и до детей, и до родителей Одновременно будут доносить одну и ту же информацию Важно убедиться, что учителя не подают плохой пример Снова здравствуйте Меня зовут Никита Тушканов Я обычный учитель История общества знания в школе И я бы хотел вам рассказать о том, что произошло со мной после одиночного пикета Прошу обратить внимание Не участие в митинге, а после одиночного пикета А в нашей стране они не требуют предварительного уведомления властей Пока что Да, есть определенные ограничения Запрет скрывать лицо Запрет проводить пикет в ночное время Обязанность согласовывать пикет, проводимый с использованием быстро возводимой сборно-разборной конструкции Запрет проводить пикет на территории примыкающих резиденций президента России К зданию суда и их учреждению, исполняющему наказание в виде лишения свободы Но учитель из Коми ни один из этих пунктов не нарушил Вроде бы У нас, как гласит закон, конституция, свобода слова Но, после того, как я выразил свою гражданскую позицию Ко мне пришла полиция Составляла акт опроса Говоря о том, что тебе свободы слова не хватает Хороший вопрос Воспользовался своим гражданским правом выразить мнение К тебе приходит полиция Нет, что вы, что вы Конечно хватает Это именно тот необходимый объем свободы слова Еще вот буквально капля И революция Ну, ребята, вы ко мне пришли в 9 часов Для того, чтобы опросить по факту того, что я вышел на улицу С плакатом Мирно Без оружия Без каких-то намерений Никого не призывая ни к чему Тоже важный момент Никаких несовершеннолетних Никаких школьников Преподаватель никуда не выводил Ни к чему не призывал Никакой политической пропагандой не занимался В отличие от некоторых настоящих учителей-патриотов Ну, о них мы, скорее всего, поговорим уже на следующей неделе Далее Сегодня, 25 января 2021 года В школе произошло экстренное совещание С участием представителей из управления образования района Да, это именно тот случай, когда необходимо все срочно обсудить Учитель посмел выразить гражданскую позицию Где это видано? Где? Это слыханно Чтоб полюбить мне еще Надо вырасти Аааа Где это видано? У призвания не может быть никакой позиции Работаешь по призванию? Бери пример с пингвинов Улыбаемся и машем Вели они себя, как я считаю, незаконно Аааа Как я считаю, оскорбили меня, как гражданина Российской Федерации Ааа И склоняли к тому, чтобы я написал заявление по собственному желанию и уволился Иначе грозили статьей Ааа Найти какой-то повод и меня уволить Просто заметка на полях В школе Никиты Тушканова всего три молодых преподавателя Уволиться не хотите ли? Они утверждали о том, что я получаю деньги от Навального Хотя я выходил не за Навального Я выходил за свободу слова За свободу гражданина И чтобы права человека и гражданина не ущемлялись никем В смысле не за Навального? Весь кипиш исключительно из-за Навального Если бы не Навальный, все бы всем были довольны Он ее собрал из распада и провел не через один кризис Так, что мы оказались куда в более достойном положении на сегодня Чем любая из крупных западных стран Любая из крупных западных стран Слышали? Это по телевизору умные люди говорят Какая еще пропаганда? Ну и серьезно, коллега Как человек, который вот уже несколько лет существует на деньги Госдепа Слабая отмазка Слабая Просто сознайся Тебя раскрыли Гражданская позиция просто так не появляется А вот если заплатить Если ты чем-то недоволен, тебе явно кто-то заплатил Далее Они говорили о том, что Моя мать является плохим человеком Потому что она воспитала такого Плохого сына Который не является патриотом И в чем они не правы? Если исходить из определения, что патриот это человек Который всем доволен и свято верит в Мы оказались куда в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран То вы не патриот Да, это определение, конечно, странное Но именно оно в последнее время все чаще замещает значение словарей Сами понимаете, русский язык – живая система Раньше были одни патриоты, теперь другие Русский язык со стоповым Они говорили о том, что я являюсь плохим педагогом и плохим примером для детей То, что я в них воспитываю ценности, которые не должны вообще как-то оглашаться Разумеется Что еще за свобода слова? Не знаю, каких это пор свобода слова является плохим примером Но вот это вот так Также они говорили о том, что большое количество родителей Простых людей звонят им и говорят, чтобы они меня усмирили Да усмирите уже его кто-нибудь Человек вышел на улицу с одиночным пикетом Усмирите сумасшедшего Вот красный, вот красный Я бы хотел попросить у вас поддержки Потому что я один с этим не справлюсь Потому что меня одного просто вытравит И я ничего сделать не смогу Я никого ни к чему не призываю В плане государственных переворотов, революций Я противник этого Я только за мирное За мирное урегулирование ситуации Нет, мирные люди сидят дома Они с одиночными пикетами разгуливают Ну, выходят Или стоят Это деятельность самого натурального бузатера Мне вот интересно, все ли зрители сарказм заметят Но когда к тебе приходят в школу И начинают откровенно качать права То, что я не такой, я другой Я не достоин звания учителя То, что я являюсь неким таким уродцем в системе образования Еще раз повторю Когда кто-то заводит с вами разговор о призвании и звании Просто бегите Ничего хорошего эта беседа вам не принесет Я не случайно в начале ролика сказал Что январские события затронули всех участников образовательного процесса Если вы вдруг подумали, что во всем виновата злая администрация Выдохните Директорам школ в городе Прохладной Кабардино-Балкарской республики Пригрозили увольнением Если их ученики выйдут на несанкционированные митинги Если чьи-то ученики выйдут на митинг Или будут вести переписку в таком формате Это будет признаваться как недоработка директора школы Я здесь не играюсь Не шучу И прошу быть на контроле Заявила начальник управления образования Прохладного Ирина Ворон Так и вижу директора школы Бросающегося под ноги учеников Не пущу Понимаете, оппозиционные мысли появляются в голове у подростка Потому что директор не дорабатывает Вовочка, повторяй за мной Я всем доволен Мои родители всем довольны В смысле на него гипноз не действует? Удивительно, но переживает госпожа Ворон Не потому, что ее фразы звучат достаточно Противоречиво А потому, что запись совещания кто-то слил в сеть Кто выложил запись в соцсети, Ворон не знает Но уже готова просить в этом деле помощи полиции Да, я напишу в правоохранительные органы Думаю над этим Если по моему заявлению что-то будут расследовать Это их полномочия, их обязанность Ну и для того, чтобы не заканчивать ролик на грустной ноте Напомню, что вы всегда можете подписаться на мой инстаграм В котором достаточно много видео с дополненной реальностью Прикольных фотографий И посредственных рисунков Ссылка в описании Ну а если это не поможет вам взбодриться То вот Принимать ежедневно после еды Мы оказались куда в более достойном положении на сегодня Чем любая из крупных западных стран Любая из крупных западных стран Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!